Приветствую вас на канале Спорткартс. Сегодня делаем обзор долгожданной коллекции по чемпионату мира в Катаре, который закончился совсем недавно. Нам удалось перед Новым годом таки добыть некоторое количество альбомов и различных фасовок с пакетиками наклеек под эту коллекцию. К сожалению, по Нине совместно с FIFA решили применить, так скажем, санкции, уже привычные для нас, и не завозить в Россию официально эту коллекцию. Тем не менее, у нас на сайте можно приобрести и альбомы, и наклейки к этой коллекции, ссылочка под видео. Ну, давайте посмотрим обзор сначала альбома, потом посмотрим наклейки. Так выглядит обложка, довольно симпатично, стильно, качественно выполнена. У нас вариация, так называемая, серебряная, наиболее, так скажем, полная, где максимальное количество наклеек, в отличие от других вариаций. Ну и по качеству исполнения, как говорят, и наклеек, и самого альбома, она, скажем так, более качественно выполнена. Давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Ну, как обычно, по чемпионатам мира, коллекцию по Нине классические, без каких-либо новаций и находок. Поэтому я думаю, что все будет примерно как и всегда. Ну вот, стартовый разворот. Здесь у нас представлены чемпионы мира предыдущих лет. Ну, стартовые наклейки, там где трофеи и вся официальная часть, официальный логотип турнира и так далее. Далее разворот с наклейками стадионов. Тоже, я думаю, достаточно интересно. Как видите, здесь вместимость арен, их название, ну и, собственно, все. Стадионов не так много. Не ошибаюсь, я на 8 стадионах проходил чемпионат. Далее идет разворот, не предусматривающий вклеивание стикеров. Здесь расписание турнира. Идем дальше. Рекламный разворот. Вот его, я думаю, что мы достаточно быстро пройдем и переходим к развороту с первой команды. Это хозяева чемпионата. Здесь мы что видим? Представление страны. Здесь предполагается наклейка. Это командное фото. Логотип федерации. И 18 игроков, представленных вот этой команды. Расписание матчей группового этапа. Ну, собственно, классический вариант. Как видите, нумерация у каждой команды внутренняя своя. Вот на примере Эквадор, видите, так же начинается с 1 и до 20. То есть 20 наклеек по каждой команде. И пронумерованы они не сквозным образом по всему альбому, а в каждой команде индивидуально. Страницы, точнее развороты, посвященные каждой сборной в национальных цветах. Ну, в данном случае для Сенегала выбран зеленый цвет. Покрутим чуть дальше. Нидерланды. Англия. Ну, здесь, я думаю, все примерно понятно. По всем сборным все абсолютно одинаково. В отличие от вариантов, когда кто собирал старые коллекции, помнит, что бывает, каким-то командам отводится больше места, каким-то меньше. Были варианты, когда по каким-то сборным делали вообще двойные наклейки сразу с двумя игроками, чтобы сэкономить место. Здесь полное равноправие, все очень толерантно, современно. Поэтому у всех всего поровну. Французы, австралийцы. Ну, все команды представлены, здесь никаких неожиданностей нет. Еще один рекламный разворот. Испанцы. Коста-Рика, Германия. Одни из главных неудачников турнира. Далее японцы, Бельгия, Канада, Марокко, сенсация турнира, полуфиналисты, хорваты, бронзовые призеры, Бразилия, Сербия, Швейцария, Камеру. Ну, все примерно понятно. В принципе, по качеству бумаги могу сказать, что это лучше тех образцов, которые мы видим в коллекциях КХЛ, РПЛ от того же Панине. Поэтому чувствует, что качество получше. Вот, наклейки посмотрим чуть позже, но надеюсь, они тоже не разочаруют. Ну, и, собственно, закончили мы с командами. И вот первый разворот, который после команд следует. Здесь у нас представлены как раз чемпионы мира прошлых лет, начиная с самых ранних чемпионатов. Видите, есть фотографии команд, уже напечатанные в альбоме. Вот, но также предполагаются здесь и стикеры. Еще один разворот, тоже более современные чемпионы. Далее разворот, не предполагающий наклеек. И здесь представлена дорога на чемпионат мира. И по каждой команде, я так понимаю, что здесь фотография с матча, в котором команда обеспечила себе попадание на этот чемпионат. Ну, это довольно интересно, да. Информативно, какой именно матч. Вот, допустим, австралийцы. С командой Перу обеспечили себе место на чемпионате мира. Ну, и последний разворот. Здесь у нас рекорды чемпионатов мира. Представлены рекордсмены. Основных, в основных номинациях. Собственно, вот, такой вот, как всегда, компактный альбом. Это вот его обратная сторона. В целом, производит приятное впечатление. Ну, насколько может быть интересным альбом чемпионата мира. Это, в общем-то, классика, которую просто нужно собрать, положить в стопочку, поставить галочку. И посмотреть лет через 20 и поумиляться тому, как все это было. Ну, давайте посмотрим наклейки. Взяли несколько пакетиков. Давайте посмотрим, как выглядят наклейки в этой коллекции. Ну, вот сразу нам блестящее попадается. Вот такая вот наклеечка. Это у нас швейцарская, да. Эмблема Швейцарской Федерации Футбола. Ну, видите, есть голографический эффект. Все-таки поинтереснее, чем эмблемы в РПЛ. Прямо скажем. Ну, на твердую четверочку. Далее, это фотография сборной Мексики. Вот с таким вот голубым ободком наклейки в этой коллекции. В этой вариации как раз есть еще оранжевая вариация. Та, которая называется международная. Это стандартная. Та чуть худшего качества. И там оранжевая рамка у наклеек. Это у нас представитель сборной Англии. Вот, посмотрите, нам повезло еще. И это одна из первых, я думаю. Да, вообще, два ноля. Это вот на первом развороте. Самая первая наклейка. Ну, что ж. Не знаю насчет редкости. Я думаю, что в этой коллекции вряд ли есть суперредкие наклейки. Но это, тем не менее, заглавная наклейка. Это всегда интересно. Представитель сборной Канады. Ну, давайте еще посмотрим. Нам сразу две блестяшки попалось в первом пакете. Я думаю, что вряд ли. Они являются суперредкими. Как бы продавцы отдельных наклеек не хотели это показать. Вот, тем не менее, тираж у всех наклеек, я думаю, что плюс-минус одинаковый. Сборная Австралии. Сборная Сербии. Еще один серб. Хорват. Вот тут балканская прям диаспора. И уругвайц. Пелестри. Еще несколько пакетиков. И я думаю, что, в принципе, разновидностей не так много. Так что, вот у нас канадец Хатчинсон. Сборная Хорватии. С Лукой Модричем. Очередной отличный турнир провели хорваты. Это Кингс Лекоман. Нидерланды. Это представитель сборной Камеруна. С немножко тревожным лицом. А вот и сборная Марокко. Посмотрите, половину полуфиналистов уже вытащили. Далее. Мексиканец. Еще один Хорват. Бензима, который так и не сыграл на этом турнире. И Маркиниас. Представитель сборной Бразилии. Ну и давайте еще один. Пакетик вскроем. Представитель сборной Южной Кореи. Тоже, конечно, для фотосессии можно было что-то попозитивнее на лице изобразить. Как, например, вот у Нуна Мендеса. Мендеша, наверное, скорее. Сейчас уж он португалец. Милинкович Савич, серб. Американец. И представитель сборной Туниса. Ну что ж, такие наклейки. Вот на обратной стороне, как видите, нумерация. Внутри каждой команды. На этом обзор окончен. Собирайте наклейки. Еще раз все в описании. Ссылка на наш сайт. Заказывайте. Коллекционируйте наклейки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok